Привет всем, меня зовут Камила Исмаилова, я выпускница третьего потока школы эмоционального интеллекта и психотерапии. Как вы знаете, Алексей закрытый человек, и мы с девчонками решили его немного помучить вопросами личного характера. Интервью разбито на три серии, и это вторая. Погнали! Алексей, ну а теперь переходим к более горячей части. Ты не против? Я не против. Мы продолжаем задавать мне вопросы. Вот у меня здесь такие вопросики. Какой тип женщин тебя больше привлекает? Что значит тип? Не знаю, у тебя есть какой-нибудь определенный тип? Тебе нравятся худенькие, пухленькие, темненькие, беленькие? Или для тебя это все не важно? Важно. Я люблю эстетику. Ты готов поделиться? Да. А это не секрет. Так. Почему я пропустила? Ну, не в обиду женщинам. Я скажу сразу, чтобы никто не обиделся. Каждый имеет право на свое тело. И есть люди в разной фигуре и в разных цветах волос и размеров там груди и так далее. И они все хорошие люди. И то, что я буду говорить, это исключительно мой вкус. Это то же самое, что там кто-то любит дуриан в Азии, а кто-то его не может есть. Кто-то любит манго, кто-то не любит, кто-то любит там, не знаю, там, кокосовую воду, а у кого-то, простите, диарея от нее. Ну и так далее. Я спортсмен. Я вырос в семье спортсменов. Моя мама спринтер, папа тоже тренер. И я в принципе после спорта моя молодость прошла среди танцоров, спортсменов и танцовщиц. И я люблю и привык к эстетике и спортивной фигуре. Поэтому это первое. Второе. Чисто по-мужски, вот когда это, ну так сказать, полненькая, пышненькая дама, мне просто чисто в моих сексуальных каких-то особенностях это неинтересно. Не потому, что она плохая. Мне просто неинтересно с ней играть в сексуальную какую-то историю. Ну чисто технически неинтересно. Это первое. Брюнетка-блондинка. Нет ответа на этот вопрос, потому что у меня, я думал, что всегда это брюнетка, но у меня была девушка, две девушки были блондинки с голубыми глазами. То есть в этом смысле нет. По поводу груди сразу могу сказать, я не очень люблю супербольшую грудь. Это вот мне нравится там два, ну три максимум. И спортивная фигура. Не то, что она должна быть накачанная, сухая, где вот она прям сухая, а вот просто спортивная фигура. Вот как у танцовщиц профессиональных бальных танцев. Такая спортивная, хорошая, стройная фигура, потому что мне нравится эстетика. И я не люблю грязную обувь, грязную машину и не эпилированных девушек. Волосатого девушек не нравится? Сейчас очень модно, сейчас все все отращивают, сейчас новая тенденция. Как ты к ней относишься, кстати? Я пока не познакомился с этой тенденцией. Надеюсь, она меня как-то минует. Хотя, если это будет красиво, эстетически, не знаю, пока не готов. Что-то мне это... Алексей, ну все, берегись. Я хочу тебя спросить, а как часто тебе нужен секс? Какая частота сексуальных? А вот мы с тобой в первой серии это обсуждали. У каждого человека сексуальный аппетит и нюансы очень во многом зависят от деталей его жизни, возраста, гормонов, препаратов и так далее. В 20, в 25, в 30, в 35, в 40 я очень сильно менялся. Были периоды, когда в начале мне это было вообще не нужно. Я учился в колледже парикмахерского искусства после школы, после 11 класса. Я парикмахер по первому образованию. Там было, чтобы ты понимала, наверное, из 300 студентов 10 парней. Но, казалось бы, ебить не хочу. Меня вообще это не интересовало. Я не знаю почему, каким я был идиотом. Сейчас бы меня туда вернуть, конечно. Потом меня понесло. И понесло, наверное, потихонечку-потихонечку. Но самый главный экшен случился, когда я переехал от родителей. Вот когда я переехал уже от родителей и начал жить самостоятельно, сначала в одной квартире, потом в другом танхаусе, потом третий купил. Вот там как раз все расцвело бурдом свет. Сейчас я не знаю, с чем это связано. Не могу сказать, что у меня меньше тестостерона. Не могу сказать, что просто, наверное, приоритеты немножечко меняются. Мне сейчас нужен секс чуть меньше, чем раньше. Но если раньше это могло быть каждый день, и я тебе могу даже так сказать, это могло быть каждый день на протяжении нескольких недель. Сейчас реже гораздо. То есть два-три раза в неделю с хорошим человеком. С хорошим человеком. Ты хороший человек. Давай с тобой заниматься сексом каждый день. Ну, я утрирую. Два-три раза в неделю для меня вполне достаточно. Потому что я же еще сексом занимаюсь никак. Это же не пять минут. Для меня целая история, целая игра, целый процесс. И мне сейчас, если честно, нет на это суперсильно времени. Потому что постоянно работать. Да, потому что я же не могу это. Просто, знаешь, как привет-привет. Для меня это какая-то все время игра. Для меня это какой-то сценарий. Хорошо, извини, пожалуйста, перебью. Могу же позволить себе такую вещь? Конечно. Такую дикость. Давай. А как ты относишься к сексу на рабочем месте? Был дел. Ну, тебя возбуждают такие смены локаций, так скажем? Меня возбуждает не смена локаций. А что, кто-то может зайти? Меня возбуждает момент. А что, кто-то может войти? Нет. Меня просто возбуждает... Я человек, который, в принципе, такой инструментарий женской сексуальности. Ее самовыражение. Безопасного, добровольного и разумного. И это могло быть в самолете, это могло быть и на работе, это могло быть и в кинотеатре. После острых чипсов такое ощущение было. Да, это отдельная история. И, в общем-то, это было и там на мотоцикле, и в машине, и в такси. В общем, много чего было. Алексей Юрьевич, а тебе нравятся ролевые игры? Конечно. Переодевалки, танцы. Я еще мастер ролевых игр. Нет, переодевалки нет. В основном другие ролевые игры. Ну, если к тебе медсестра придет, тебе это не понравится? Нет. Ну, я не настолько... А ну, да, опиши, пожалуйста, свои ролевые игры. Я не настолько примитивный, что медсестра. Ну, медсестра, да. Причем реальная медсестра по скорой. Нет, меня... Я к медикам немножко профессиональные чувства испытываю, а меня медсестра в белом халате не возбуждают. А, вот-вот-вот-вот-вот-вот. Это тоже очень интересный вопрос. А вот что-нибудь на профессионально-сексуальном возбуждает кто-нибудь в какой-нибудь форме? Когда-нибудь, может быть, если не сейчас? Не было такого стюарда Ресса. У меня была история с медсестрой, с врачом-узистом. Но это было не сексуально, это было больше смешно. Мне нужно было сделать плановые обследования, и там в плане был ультразвук вен нижних конечностей. Я поехал, значит, на УЗИ. Это было летом, а я летом не очень люблю носить нижнее белье, потому что жарко, в общем-то, как-то некомфортно. И я вообще не очень люблю нижнее белье мужское. И я приезжаю в больницу, в нашу клинику, захожу в кабинет, мне говорят, раздевайтесь, ты понимаешь, что я без трусов. Я говорю, тут такое дело? Да. Она, в общем, молодая, видимо, только недавно работает, значит, побежал какую-то простынку искать. Мы эту простынку попытались как-то пристроить. Сложно пристраивалась? Ну, она сложно держалась. Вот. В общем, было забавно. Я думаю, это было начало ее дежурства на смене. Я говорю, хорошее вам дежурство. Она говорит, вы не подняли прекрасное настроение, приходите чаще. А вы ей сказали, что она вам тоже подняла настроение? Ну, она не подняла. Я старался. Я умею управлять своими эмоциями. И я, кстати, да, пока девушка не попросит, я не кончу. А, вот так даже все. Типа, хорош уже, кончай. Типа, не так, но это в сценарии по-другому звучит просто. А-а-а. Да-да-да. А вот как теперь узнать? Па-па-па-па-па-па-па. Я заикаться начала. Не, ну, на самом деле, это нормально для мужчины, потому что физиология оргазма мужского и женского, она разная. Ну, ты понимаешь прекрасно, да? По скорости, по стимуляции. Поэтому, если мужчина не научится в подростковом еще возрасте управлять своим сексуальным вот этим состоянием, это будет гарантировать либо несчастную девушку, либо измену. в будущем, с женской стороны. Но если мужчина не дорабатывает в сексе, то, конечно, при прочих равных условиях она может воспользоваться альтернативой, скажем так. А что по поводу сексуальных игрушек? В ассортименте. Есть, используете. Ну, то, что есть, в ассортименте. В ассортименте. Просто вот, я не могу, мне уже просто очень интересно. Принесите мне воды и волокордина. Волокордина, надежда бромб. Ничего, мне сейчас все зайдет. Скажите, а может, у вас есть красная комната, Алексей? Вообще красная. Ну, не розовая, не знаю, какая она должна быть, приглушенных тонов, фиолетовый, ваш любимый цвет. Слушай, не розовая, было интересно. Я приехал в Питер на конференцию. Это было много лет назад. Начало моей профессиональной деятельности был год 14-й. И я думал, что я снял гостиницу, а на самом деле это была частная гостиница. И я, значит, приезжаю по адресу, но гостиницы нет. Я хожу, нет гостиницы, дома одни обычные. Я звоню человеку, думаю, меня кинули уже. Я оплатил все. А он говорит, нет, 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 я сейчас спущусь. Спускается, значит, женщина. Говорит, это здесь. Оказывается, жилой дом. Там этаж переделанный, видимо, под гостиницу. Мне открывают, значит, эту квартиру. И она полностью, сука, розовая. Вообще полностью. Обои, потолок, мебель, шторы. И я говорю, что это? Она говорит, ну вот так. Я говорю, что это домик Барби? Поэтому в розовой комнате жил в Питербурге. Надо было тренд тогда снять. Хей, Барби. Как сейчас модно. Эта муха раздражает. Мы слишком сладенькие, да, здесь сидим. Она вот все здесь летает и что-то хочет от нас. Наверное. Алексей, я задам, подойдем вот к такому, назовем вот в этом нашем втором этапе, к заключительному, самому вкусному. Давай. Самый твой интересный сексуальный эксперимент. Над кем? Над кем? В отношениях с девушкой, с двумя девушками. Нет, смотри, сексуальный эксперимент над кем? В отношениях с девушкой, с двумя девушками или с кем? Эксперимент в каком смысле? Над собой, над кем-то? Нет, нет, нет. Мы сейчас говорим с девушкой, но если он был с двумя девушками, и он был очень интересный, ты можешь об этом рассказать? Ну... А был, кстати, опыт такой? Какой? С двумя девушками. Конечно. И как тебе? С двумя комфортно, с тремя неудобно. Третью все время некуда пристроить. Она может напитки разливать? Ну, может, да, но ей все время скучновато, мне кажется. Я же ответственный человек в сексе, и с двумя удобно, а вот с тремя не очень. А когда две девушки, вот тебе нравилось, нравится, когда две девушки... Да, я лесбиян, да. Ты лесбиян, да? Да, мне нравится вот эстетика. Но мне нравится, когда они две очень женственные, очень такие симпатичные, и это красиво. Ну, я не знаю, как вот наши зрители к этому отнесутся, но мне эстетично, если честно. Но я когда увидел, когда парни целуются, при всем уважении, вот мне кажется, это не суперэстетично. А вот когда девочки, мне кажется, красиво. Плавится. Это ничего, вот я никого не хочу оскорбить, каждый имеет собственное мнение, но мне не очень. Ну, с мужиками. Вот. Вернемся к эксперименту. Мы, наверное, закончим, да, на этой части? Много чего можно вспомнить. Но, наверное, самое яркое, это было много лет назад. Тогда еще был сайт Баду. Опа. Это было, 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 было. Начало, начало, может быть, 15-й год, 14-й, не помню. Ну, да, очень давно. Я еще жил в первой своей двухкомнатной квартире в панельке. Это еще до первого Танхауса, и, в общем, это давно было. И я познакомился на Баду с девочкой. Мы никогда с ней не виделись. И я говорю, слушай, давай, значит, ну, как-то я рассказал, значит, про себя, так сказать, чуть-чуть. А вот, она говорит, да, очень интересно. А она достаточно такой, знаешь, она педагог, она там хореограф, она там, значит, все, значит, все. Ну, как бы, ну, вот, человек нормальный, в общем. Я говорю, давай эмоции чуть-чуть добавим. Она говорит, давай. Я говорю, давай так, я тебе заказываю такси, а мы с ней разу не виделись. А фоточки у тебя там были? Фотки были, видео не было. Я говорю, ты садишься, значит, в такси, приезжаешь сейчас ко мне, молча поднимаешься, я молча открываю тебе дверь, ты молча заходишь, ничего не говоря, и я ничего не говорю. Значит, происходит то-то, 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 мы молча собираемся, и ты садишься в такси, не произнеся ни слова. Она меня не знает, я ее, ну, супер тоже. И мы это реализовали. А там было очень много эмоций, пока она ехала, но это было реально очень стрёмно, и я не рекомендую никому в такие игры играть, потому что можно попасть на не очень адекватных людей, особенно девчонкам это касается. Но ее реально там трясло от эмоций. Она зашла молча, и я первый сдался. Я не смог выдержать вот этого момента. Я все-таки первый заговорил, и я тебе больше могу сказать. Казалось бы, максимально легкомысленная штучка. Но максимально легкомысленная из всего, что только было можно. Я первый сдался, я с ней заговорил. После всего процесса мы с ней поехали ужинать, потом я ее отвез домой, и мы дружили еще около года. И причем хорошо дружили. Дружили и... Именно дружили. Дружили и виделись, и так далее. И к тому, что иногда самые поверхностные знакомства, легкомысленные, могут обернуться хорошей, как минимум, дружбой, а порой даже неплохими отношениями. И в то же время очень правдуманные, взвешенные, рациональные, выстроенные, подобранные отношения рушатся в хламину просто. Поэтому не все на этой планете так однозначно. В общем, ты не осуждаешь легкомысленность иногда. Неоднозначно. Легкомысленность и импровизация, и эмоции – это разные вещи. Есть легкомысленная тупость, а есть импровизация эмоциональная. Чуть-чуть другое. Кончим на этом? Только после тебя. Спасибо, Алексей, это было очень интересно. Продолжение следует...